Володя, вот уже больше года, как ты повесил перчатки на гвоздь. Ты следишь вообще, что происходит в мировом боксе и, в частности, в хэви-вейте? Я уверен в том, что я не один единственный человек, кто за этим следит. Очень большое количество поклонников этого спорта наблюдают, что происходит. Такие поединки, как Джошуа с Поветкиным, которые скоро произойдет, конечно же, я не пропущу и посмотрю. Я получаю информацию, что происходит в мире бокса, сопереживаю с теми проблемами, которые есть. Я не говорю только лишь о хорошем, понятно. Спорт – это великая штука, но что можно было бы сделать лучше? Очень расстраивает то, что сейчас у нас АИБа исключена из олимпийского движения и под вопросом стоит участие боксеров, вообще в целом. Спорта, а не боксеров. Спорта, естественно, боксеров. Бокса как виды спорта на следующих олимпийских играх. Я надеюсь, что все-таки все решится позитивно и ребята поедут в Токио. Поединок Джошуа Поветкин в ближайшие дни, безусловно, это самый ожидаемый поединок в тяжелом весе. Как ты считаешь, может ли он вообще претендовать и быть таким, чтобы претендовать на звание «Бой года», допустим? Все может быть, все зависит от спортсменов. Заранее нельзя сказать, что это будет «Бой года», вспомните Мэйуэда Пакьяо. Все ожидали, что это будет просто бомба. Но в итоге получилось несколько по-другому. Поэтому ожидания наверняка нужно опустить и просто посмотреть за этим поединком, уже после поединка или во время поединка тоже будет понятно, будет он захватывающим и интересным или нет. Еще раз, это зависит от спортсменов. Ты боксировал и с Поветкиным, и с Джошуа. Вот вспоминая эти поединки, вот допустим, возьмем сначала поединок с Александром Поветкиным. Вот сейчас ты доволен, как он прошел этот бой? Не как закончился, допустим, а как прошел? Мог ли ты нокаутировать тогда Александра? Я бы ни в коем случае не списывал Поветкина. Иногда, может быть, он выглядит проще, чем кажется в своем поединке. Но это опытный спортсмен с хорошим таким любительским бэкграундом, он олимпийский чемпион, чемпион мира по любителям. В профессионалах у него тоже прекрасный рекорд, у него шикарный рекорд. Я имею в виду послужный список поединков, которые он прошел. И я даже думаю в этом поединке против Джошуа. Предпочтение я отдаю Джошуа, поскольку он тяжелее, он больше, он моложе. У него есть опыт проведения поединка уже на Уэмблей, например, со мной. То, что касается опыта, Джошуа не уступает. Его габариты, его способность передвигаться по рингу, несмотря на габариты. Его техника, его опыт, его сила удара. Я думаю, что все-таки мое предпочтение в процентном соотношении я отдаю в этом поединке Джошуа. Но, если Джошуа ставит Поветкина на дистанции, я думаю, что просто-напросто по своим физическим данным и разнице в них, то поединок с уверенностью можно будет, с большей уверенностью, извиняюсь, с большей уверенностью можно будет сказать, что Джошуа наверняка победит. Но ни в коем случае нельзя списывать Поветкина. Если Поветкин зайдет в ближнюю или среднюю дистанцию, это его сильные стороны. Если Джошуа допустит частого появления Поветкина в средней и ближней дистанции, я даже скажу, что Поветкин может закончить поединок досрочно победой. Поэтому ожидаю захватывающий поединок, интересный, интригующий. И в процентном соотношении наверняка я бы 55-45, 60 на 40, наверняка отдал бы предпочтение Джошуа. Свой поединок против Джошуа. Ты смотрел на видео? Конечно, я много раз смотрел поединок. Не жалеешь, что тогда не пошел на добивание, тогда, когда это можно было сделать? Я не жалею, это было частью моей тактики, которая всегда работала. После того, как Джошуа оказался на полу, обычно спортсмены теряют свой фокус, они устают, но Джошуа восстановился. Восстановился и одержал победу. Молодец. Чтобы я сделал по-другому, я вам скажу, что наш уровень был абсолютно одинаков. Я до сих пор, в принципе, уверен в том, что я имею больше опыта и могу прочитать его лучше, нежели он меня. Но некоторые вещи, которые для меня сегодня до сих пор непонятны. Как я мог проиграть? Я был целеустремлен только лишь и сфокусирован на одном – одержать победу. Этого не произошло. По определенным причинам. Можно было бы закончить или, скажем, быть более активным после того, как Джошуа оказался на полу, как вы сказали. Но на самом деле это было частью моей стратегии. Высказывание того, что Виталий мне сказал, не надо идти вперед и так далее, ничего общего не имеют с моим собственным мнением и моей тактикой и техникой. А я придерживался всегда того, что спустя несколько раундов или какого-то времени после того, как соперник оказался на полу, обычно спортсмены теряют бдительность, внимание, кондицию и не восстанавливаются. Этого не произошло с Джошуа. Как думаешь, в реванше у тебя было бы меньше шансов, чем в первом поединке, если бы он состоялся? Я уверен в том, что шансы были бы, они также оставались бы 50-50, 50-50. Как в одну, так и в другую сторону. Как ты говоришь, что следишь? Как ты оцениваешь возвращение Тайсона Фьюри в бокс? Следующий вопрос я не буду комментировать. Понял. Потенциальный бой Джошуа Уайлдер, он самый интересный в тяжелом дивизионе. Как думаешь, почему они не могут договориться или это просто часть пиар раскрутки поединка? В спорте существует политика спортивная между менеджерами, промоторами, спортсменами. То, что хотят спортсмены, может быть, не хотят промоутеры. То, что хотят промоутеры, может быть, не хотят спортсмены или еще менеджеры. Ну, все мере, это вот как раз такой треугольник, в котором могут пропасть очень хорошие поединки. Поэтому, кто с кем как не договорился и почему я комментировать не могу, я не промоутер Джошуа в этом случае или Уайлдера. Но, понимая, что в целом для поклонников спорта этот поединок был бы очень интересным, увидеть Уайлдера против Джошуа. Возвращаясь к ближайшему бою Поветкин-Джошуа, многие тоже оценивают, что все-таки у Джошуа несколько больше шансов, чем у Поветкина. Вот если бы ты советовал Александру, как победить Джошуа, что бы ты ему сказал? Я думаю, нужно использовать сильные стороны. Это вход в среднюю и ближнюю дистанцию. Понятно, если спортсмен, который тебя выше, будет боксировать так, как я боксировал с Поветкиным и будет держать на дистанции, решающие удары будет сложно нанести. Ты будешь наносить их по воздуху, а не по цели. Поэтому, я думаю, логика говорит сама за себя. Как в одном случае с Джошуа против Поветкина, так и у Поветкина против Джошуа. Использовать свои качества, которые ты делаешь лучше всего. Я в курсе, что ты все время поддерживаешь форму, спаррингуешь. Может что-то произойти, что тебя возбудит и заставит вернуться в ринг? Или об этом нет смысла говорить? Я думаю, что смысла нет говорить, поскольку у меня много забот на данном этапе. Моя жизнь вне спорта оказалась еще более насыщенной, нежели в спорте. Спорт был прекрасный промежуток моей жизни. Я ему очень благодарен за все, где я нахожусь и что я делаю в жизни после спорта. Вернусь ли я в спорт, в ринг или нет, я не буду отказываться и говорить нет ни в коем случае. Кто знает, что произойдет. В будущее никто не может заглядывать. Но на данном этапе я доволен тем, что я закончил спортивную карьеру, как ее закончил, почему ее закончил. И я считаю, что после 27 лет я уже перепробовал в спорте все, что можно было. И жизнь мне спорта очень интересна, очень обширна. И я с позитивом отношусь к тому, что все-таки решение было очень сложно. После 27 лет я сказал, до свидания, благодарю, но мы остаемся вместе, поскольку нам еще вместе с поклонниками спорта, или в этом случае Кличко, есть чем поделиться. Недавно в соцсети облетела фотография твоя с Усиком в ринге. Что это было? Это был полноценный спарринг? Да, мы с вашей встретились в ринге, поспарринговали. У нас не было такой возможности, но вот она предоставляет, поскольку у меня гибкий график. И я думаю, что также для Александра попробовать себя в тяжелом весе. Все-таки, несмотря на то, что я закончил занятия спортом, но я не закончил заниматься спортом, скажем так, зарядкой. И ежедневно я это делаю и получаю огромное удовольствие. Это уже больше привычка. Привычка. Когда у тебя существует привычка, и ты что-то делаешь, это не сложно, не тяжело. Ты даже не замечаешь, что ты уже сделал. То есть, каждый день тренируюсь. Иногда раз в две недели, в три недели я прожил спорринг. В свое удовольствие. Что можешь сказать об Александре? Сейчас же все больше говорят о том, что он перейдет, скорее всего, в тяжелый вес. Насколько ты оцениваешь его шансы? Что ему надо изменить, чтобы быть успешным там? Я думаю, что многого поменять будет сложно, но все-таки тяжелый вес это не круизоуэйт. Там, где Александр чемпион, абсолютный чемпион. Не просто чемпион, а абсолютный чемпион. С рекордом даже. И переход будет влиять, все-таки, другая техника. Другие продвижения в ринге. Все немножко по-другому. Но схоже, опять же. Это дело привычки. Я был в Сашином весе. Когда-то, очень давно. Потом позже в тяжелом весе. Есть разница, небольшая, но есть. Хотя сравнить, например, любительский бокс и профессиональный, вроде бы и тот бокс. И этот, и профессиональный, и любительский. Но это две большие разницы. Два абсолютно различных вида спорта. Где-то в каком-то соотношении наверняка крузоуэйт и тяжелый вес. Имеет сходство, но и также различия. Это дело привычки. Нужно просто-напросто привыкать. Поэтому эти такие учебные спарринги, которые мы проводим с Александром, они все-таки ему идут на пользу. Потому что есть все-таки так же весе огромное разница. И последний вопрос тоже касается Александра. Он действительно абсолютный чемпион мира. Уникальное достижение. Просто много сошлось, звезды сошлись, что у него предоставился этот шанс выиграть все пояса. И вроде бы все. Но то есть выше некуда. Вот что можно посоветовать, пройдя такую большую карьеру, которая была у тебя, Александру, чтобы не потерять мотивацию, достигнув всего. Ну все начинается с силы воли, продолжается мотивация. Мотивация переходит в дисциплину. Потому что дисциплина держит тебя в колее. Как пояс, только одна колея есть. И, конечно, все заканчивается то, о чем мы говорили. Привычкой. Поэтому успех – это самое сложное то, что есть. А длительный успех – это еще самое сложное то, что есть и существует. Поэтому всегда во время успеха, грандиозного успеха, всегда нужно проверять, проверять, на чем этот успех, фундамент этого успеха, на чем он стоит. И наверняка съесть само себя, пока тебя кто-то не съел. Это не мои слова. Это слова Стива Джобса. Но он прав в этом. Продолжение следует...